Добрый день, дорогие друзья! Спасибо, что в этот воскресный день вы выбрали нашу площадку. Сегодня в проекте «Книжное воскресенье» у нас замечательный гость Максим Ильяхов. Проект поддерживает компания «Газпром» вместе с книжными маяками России. Мы рады вас приветствовать. Хочется представить Максима. Я даже зачитаю количество его ролей на текущий момент, длинные профессиональные истории. Максим Ильяхов – лингвист, кандидат педагогических наук, коммерческий писатель, редактор и разработчик сервиса проверки текста «Глафред». Также он является редактором школы редакторов дизайн-бюро «Горбунова». Написал более 400 статей о редактуре, контент-маркетинге и рекламе. А также создал курс «Информационный стиль» и «Редактура текста». Очень много ролей. Каждая из перечисленных, мне кажется, это не просто какие-то красивые слова, это все-таки за этим что-то стоит. Вы можете рассказать на текущий момент и статус, как вы к этому пришли? Все очень просто. Я занимаюсь… Вот все, что вы перечислили, это на самом деле одно и то же. Вот есть люди, люди пытаются между собой как-то общаться письменно, устно, в виде курсов, в виде пресс-релизов, письмами, чатом, stories, чем угодно. И где бы люди не пытались друг с другом общаться, возникают проблемы. Одна из проблем, например, в копирайтинге, что заказчик хочет рассказать про свой продукт, а люди читают то, что он рассказал и не понимают, не верят, им не нравится, их это не цепляет, им, как говорится, это не продает. Это проблема. Или сотрудник, ну вот если взять «Газпром», например, есть руководитель среднего звена, и есть у него подчиненные. Подчиненные хотят с ним посоветоваться и присылают ему 2,5-километровое письмо с полным изложением всех деталей. Руководитель смотрит на это и думает, господи, как я буду это читать? Я слышала, что все вот эти роли в одном интервью вы объединили в одну, коммуникатор. Да, вот. И я помогаю этим людям, и руководителю, и сотрудникам, и тем, кто продает, всем-всем-всем, я помогаю им наладить контакт, найти общий язык. Ну и в одном случае это нужно научить копирайтера делать продающие тексты, а в другом случае научить сотрудника делить текст его так, чтобы он был читаемым. А в третьем случае нужно помочь компании привлечь людей, чтобы они, например, захотели учиться на их курсах, чтобы у них родилась мечта. А в каком-то четвертом случае нужно вдохновить людей на трудовые подвиги. Ну вот разные аспекты коммуникации, на самом деле это все одно и то же, просто под разными соусами в разных ситуациях. А вы с какого года в профессии? Я в профессии со второго курса института, то есть 2006-го, наверное, года. Ну все-таки вот сейчас уже 24-й год наступил, книжка у нас 20-25, но я потом еще спрошу, что это значит. Все-таки путь длинный, и то, к чему вы сейчас озвучили, вы же не сразу к этому пришли. Как шли? Поделитесь, пожалуйста. Понимаете, это все одно и то же. В 2006 году нужно было делать студенческое издание, студенческую газету. И это был тот же набор проблем. Были студенты, которым ничего не было нужно, были студенты, которые хотели делать, и нужно было придумать, как заинтересовать этих людей. А секрет нужно было писать про них, ставить их фотографии, делать рассказы о том, как сами студенты что-то делали, и они вдруг начинали покупать газеты, платить нам деньги. Потом после этого была коммерческая работа для клиентов, и та же проблема, та же история. Постепенно, шаг за шагом, делая одно и то же, я получал разные результаты в разных сферах. Сначала в бюро Карбунова я работал, и был там просто редактором, делали тексты. Мы увидели, что тексты можно одинаковым образом редактируя, получать хорошие результаты. Получилась идея, которую мы начали называть информационным стилем. Мы выделили группы слов, которые мы часто удаляем из текста. Эти группы слов легли в основу информационного стиля. Появилась первая версия сначала рассылки главреда, потом была первая книга «Пиши, сокращай», потом после нее еще три книги. Ну просто, когда входишь во вкус, у тебя появляется все больше и больше мыслей. И вот так вот, шаг за шагом, теперь мы здесь, и дальше будет что-то еще. Первая книга, насколько я знаю, «Пиши, сокращай» вышла в 2016 году. Через два года будет уже юбилей. Каков тираж общий? На момент, когда мы начали издавать вот эту версию, тираж был около полумиллиона, то есть 500 тысяч. Но это не большой тираж для художественной литературы, например. Это большой тираж для научно-популярной книги. Но есть нюанс. Одна из причин, почему мы решили сделать новую версию, в том, что люди читали плохо сделанные пиратские версии исходной книги. То есть она вышла только на бумаге. Люди, которые хотели ее прочитать в цифре, стали ее оцифровывать. Они оцифровывали ее неправильно. Многие люди, прочитав 20 страниц или 100 страниц из книги, в которой всего 400 страниц, думали, что они прочитали все. И я даже видел критические статьи, которые говорят о том, что книга там настолько короткая, что вообще никакие темы не раскрыты, только про стоп-слова. Хочется, ну я потом с этими людьми связывался, говорю, а вы вторую, третью главу читали, они говорят, там всего одна глава. И я их очень удивлял, показывая, какая это книга на самом деле. То есть в рамках борьбы с контрафактом мы стали придумывать вот эту новую книгу, ну и вот что-то получилось, надеюсь. Ну, обложка фантастическая на самом деле. Хочется спросить, как пришла мысль вообще начать писать книги? Потому что писательский труд, ну здесь вот кто-то работает писателем, а кто-то все-таки писательством занимается ради каких-то других целей. У вас они какие были? У нас была рассылка главреда, которую читало 25 тысяч человек примерно на тот момент. И мы думали с Людмилой Сарычевой, с автором книги, что ну все, мы добились успеха, в интернете нас знают все, ну потому что нам казалось, что все наши знакомые читают, нам казалось, что нас знают все. И все, ну как бы наша карьера на этом закончена, мы все свое сказали. Но почему бы теперь не выйти в офлайн, так сказать. И мы просто подумали, что мы можем перенести рассылку в книгу. Это была критическая ошибка. На самом деле пришлось все переписать, сделать все заново. И объем работы в первой версии пиши сокращай где-то раза в 4 больше, чем работа над рассылкой была изначально. То есть мы ее переделывали в 4 раза дольше, чем думали, что мы бы ее написали с нуля. И просто мы перенесли уже существующие отработанные мысли в книгу. И в принципе с тех пор так была устроена вся моя работа. Я где-то работал, что-то понимал, получал опыт, смотрел, как это делают другие люди. И потом наступала критическая какая-то точка, за которой было понятно, пора писать книгу. Вот все, я понял, сейчас я это изложу. Также было написано новые правила деловой переписки, ясно, понятно, текст по полочкам. Ну и эта книга тоже. Но есть другой подход к написанию, когда человек задается вопросом. Например, в данном случае, а как правильно писать? И он уходит лет на 5 в исследование этого вопроса. Изучает, читает чужие книги, сам где-то пытается получить опыт. То есть он идет в поисках ответа на этот вопрос. И многие авторы художественного текста, они так и делают. Они задают себе вопрос. А что было бы, если бы? И дальше вот предпосылка к книге. Ну, я не знаю, как экономика сходится. То есть на какие деньги нужно жить, чтобы 5 лет просто творить и писать книгу. Поэтому мы сначала работаем, что-то понимаем, потом это излагаем. Компактненько за год мы это излагаем в книге. Но все-таки книга – это не заработок. Есть такое изречение, что на книгах можно заработать, если твою книгу покупают те, кто не читает книги. Что означает, что число людей, которые купят эту книгу, должно быть существенно выше, чем число людей, которые ее могли бы потенциально прочитать. Это значит, книгу покупают в подарок, книгу покупают как сувенир, как арт-объект, как красивый объект на полке. И вот если это складывается… Вот для меня хороший пример был писатель в моей ранней юности Пауло Коэльо. И кто жил в Москве в 2005-2007 году, тот наверняка помнит, что из каждой второй сумочки в метро торчала маленькая белая книжечка, и там было написано Пауло Коэльо. Сложно было сказать, сколько людей реально читали эту книгу, или же она была как бы продолжением сумочки. И я не читал, но я видел просто везде, где я был, везде у всех приличных людей была эта книга. И вот это пример книги, на которой можно было бы заработать. Напиши, сокращай, мы зарабатываем примерно, вот как если бы мы один дополнительный проект с Людмилой в год сделали, вот столько вот примерно получается с книги. То есть это деньги, да, безусловно, но это было бы очень сложно и грустно жить, так скажем. Собирая про вас информацию, я в одном из справочных источников видела, что вы называете себя дизайнером. Что это значит? Мы живем в мультимедийном мире. Мы не просто читаем текст, у нас текст всегда чем-то окружен. Если это текст на сайте, то есть шапка, боковины, подвал, какое-то оформление. Если это телеграм-канал, то там тоже картинка какая-то есть, какое-то оформление поста, жирность, не жирность, много всего. В Ютубе вообще текст – это маленькая какая-то часть большой подачи информации. Если ты хочешь быть эффективным в коммуникациях сейчас, ты не можешь не быть дизайнером. Ты в любом случае дизайнер, просто ты можешь быть очень плохим дизайнером, и у тебя будет плохо получаться, текст будет выглядеть плохо, твои продукты будут выглядеть любительски. Либо ты неплохой дизайнер, и тогда оно выглядит хорошо, бодро, весело, фирменно, если это нужно, если это корпоративная коммуникация. Поэтому мы вынуждены быть дизайнерами, к счастью или к сожалению. Наверное, вы все-таки еще системный проектировщик. Все ваши каналы коммуникаций, они связаны с вашей работой. То есть проектов много, но стиль везде чувствуется один и тот же. Вы же в разных проектах участвуете. Да, но это естественное свойство всех проектов, всех действий, когда делает один человек одной рукой, конечно же оно будет похоже. Но есть еще такое соображение. Вот я как подхожу к своей работе. У меня есть много разных каналов, много разных задач. Но в каждом канале у меня есть четкая какая-то задача. Например, меня часто спрашивают, а где вот лайфстайл? Где вот твоя личная жизнь? Почему ты не показываешь ребенка, жену, машину, квартиру? Вот где это все? И я понимаю, что у меня в жизни нет такого канала, где задачи было бы рассказывать людям о моей жизни. Я всегда представляю. Вот люди пришли ко мне в Телеграм, например. Зачем? Что такого хорошего они там будут читать? Чем я могу для них сослужить какую-то службу? Они приходят, и я эту службу для них делаю. Часто просто бывает коммуникация с обратной стороны. Человек просто хочет себя проявить. Вот я такой, я классный, смотрите на меня. Это неплохо само по себе, если ты осознаешь эту цель. Часто просто бывает так. Человек говорит, я хочу показывать себя миру. Что бы что? Что бы привлекать клиентов. Хорошо. Что ты для этого делаешь? Я покажу, как я поехал на лыжах кататься. А ты кто? А я диетолог. А какая связь? Ну, мне сказали, что нужно показывать лайфстайл. Хорошо. А вот пока ты будешь на лыжах кататься, ты про еду что-то расскажешь? Нет, ну это за деньги. Хорошо. А как люди узнают, что ты диетолог? Наверное, надо об этом иногда писать. Ну, то есть у нас в интернете очень много сигналов о том, что нужно показывать лайфстайл, показывать грудь, показывать голос, показывать что-то еще, что-то еще, что-то еще. Инструментов очень много. Губы еще. Губы, ну, все, что есть. Инструментов много, возможностей много, а ты маленький один. И у тебя одного маленького есть цель. И вот из всех инструментов нужно выбрать те, которые работают на твою цель. И я помогаю людям в том числе, собственно, почему коммуникатор. Потому что текст – это не всегда хороший инструмент для того, чтобы решить текущую задачу. А есть, ну вот, когда ты в голове, там у тебя созревает мысль запустить какой-то проект, ну ты садишься и по классике пишешь цели, миссию и так далее, и так далее. Вот у вас есть такой вспомогательный листик, куда вы постоянно возвращаетесь, чтобы вспомнить о том, как все начиналось, надо ли что-то пересмотреть, ну для того, чтобы не потеряться. Потому что я знаю, что многие люди пытаются, ну в профессии имеется в виду специалисты, стучатся. Помогите, давайте запартнеримся, соединимся. Вот как вы выбираете, будет или не будет, поддержите вы кого-то информационно или нет. Как вы четко выдерживаете вот эту стратегию? Я сейчас ужасную вещь скажу. В партнерствах вообще, в совместных проектах гораздо важнее, прости господи, вайб. То есть настрой, дух и отношения, общее чувство какого-то контакта с другим человеком. Вот встретился мне, я живу в Туле большую часть времени, и кого-то знаю там, и мы с кем-то пересеклись в кафе с мужчиной, например, с Александром. И какой-то вот у него такой вот приятный вайб, и мы стали с ним просто общаться за чашкой кофе. И он рассказывает мне про свой благотворительный социальный проект. И я понимаю, что с этим человеком, с его вот этим подходом, мне было бы спокойно, я готов с ним дальше что-то обсуждать, идти с ним дальше. То есть вопрос не в том, чтобы выбрать идеальный проект, который совпадает с каким-то твоим профилем. Так можно делать, и многие так делают, это разумный подход. Но в моей конкретной ситуации, мне кажется, люди важнее, чем идеи. И если рядом хороший, надежный, интересный человек, то уже не так важно, что именно вы вместе придумаете. Потому что вы вместе придумаете всегда что-то лучшее, чем он придумает по отдельности. А когда у тебя идеальный проект, ну, например, он исходит от максимально бюрократизированной компании, или от людей, которые при любом контакте максимально либо токсичны, либо зажаты, либо неприятно тебе с ними, то на каждом этапе, на каждом шаге этого пути будет тяжело. И я это понял вот только последние два года. До этого я считал, что вот есть цель, есть стратегия коммуникационная, надо к ней, значит, все подключать. И вот все, кто в этой стратегии, значит, мы их берем, а те, кто нет, мы их не берем. А в прошлом году я вдруг задался вопросом, хорошо, а что, если стратегия неверная? Что, если я неверно выстроил далеко идущую цель? И правильные люди могут это помочь тебе скорректировать. То есть создание вокруг себя правильной группы людей, близких к тебе по духу, гораздо важнее, чем выбор какого-то прям пробивного, гарантированного направления для жизни. То есть все равно в том или ином виде проектирование осуществляется? Проектирование осуществляется всегда, да. Это перед тем, как ты вкладываешь деньги, силы, ресурсы в какой-то проект, ты, конечно же, придумываешь план, действие, схему, задачи, все распланируешь. Но выбор направления движения всегда начинается с правильных людей, правильной команды, а не с, ну, для меня лично, а не с там поиска большой идеи. Хорошо. Вот есть несколько у вас таких максимально известных проектов. Вот это ресурсы информационной стили и Глафред. Есть наступающие современные технологии на пятки. Это всякие там GPS-чаты, искусственный интеллект, нейросети. Вы можете провести, скажем так, параллели, сказать, это ваши конкуренты или это ваши партнеры, соратники. И неважно, ну, кто рядом работает, если вы развиваете, как бы, вот эту культуру информационного стиля и коммуникации, то все, кто рядом к тебе присоединяются, они все помогают тебе сделать хорошее дело. Про нейросети, чат GPT и другие генеративные модели. Есть общий страх, что сейчас вот еще чуть-чуть буквально и наступит технический момент, когда писатели вообще будут не нужны, что все будет за тебя делать алгоритм, ты ему слово, он тебе действует в ответ, и, в общем, все будет заменено этими технологиями. Это неверно. Я предлагаю для того, чтобы думать правильно о нейросетях, спокойно представить, что это не нейросети, а это орфокоррекция. Потому что то, что делают нейросети, во многом повторяет то, как работает орфокоррекция сейчас в ваших операционных системах, в телефоне, в компьютере, в Word и так далее. Вот пропали ли пишущие люди, когда появился Word с автоматической проверкой орфографии? Нет, не пропали. Но они теперь используют этот инструмент, чтобы меньше допускать ошибок. Чтобы оно само подчеркивалось, ты быстро бы удалял опечатки. Вот чат GPT и то, что произойдет с ним, надо сейчас сделать оговорку, что современное состояние чат GPT настолько похабное, что пользоваться этим любым нормальным, вменяемым людям, здоровым, невозможно. Нужно ходить в какой-то чат, нужно 15 минут ему писать запрос, он будет минуту думать, потом он тебе отдаст ответ, ты это все прочитываешь. Ты говоришь, нет-нет-нет, давай по-другому, давай напишем по-другому. Иногда сидишь, думаешь, зачем я мучаюсь вот этими всеми упражнениями, я мог бы это все написать вручную сам. Но это потому, что технология в младенчестве. Через 3-5 лет оно будет встроено в операционную систему. Как вот помните давным-давно, кто много лет знает, в Word была такая скрепка, которая сбоку приплывала и говорила там, о, похоже, вы пишете резюме, давайте я вам помогу. Вот эта скрепка, я очень надеюсь, что это будет именно скрепка, именно с этой анимацией, она будет просто вам, вы пишете что-то, она говорит, ой, кажется, ты тут пишешь очерк, помочь тебе с фактами, говоришь, давай, и он тебе что-то подсказывает. То есть это будет просто очень хороший, очень умный, очень полезный, очень быстрый помощник, но людей он не заменит, потому что нам, вот я вам сейчас предлагаю мысленный эксперимент. Представьте, что вы открываете сайт, и там написано, все тексты на этом сайте написала нейросеть. И ты, может быть, откроешь первую статью на этом сайте, может быть, вторую, и у тебя будет мысль, о, ну, неплохо пишет так, ну, как человек, как живой. И ты закроешь этот сайт навсегда и никогда не откроешь, потому что, когда ты знаешь, что это написала нейросеть, тебе не хочется с ней общаться, потому что нам коммуникация, тексты не нужны как таковые, нам тексты нужны как продолжение других людей. То есть, смотрите, есть ваш любимый блогер, например, и мы его любим не потому, что он тексты хорошо пишет, а потому что он какой-то. У него есть энергия, стиль, опять же, вайп, дух, он как-то одевается, он как-то себя держит, у него какая-то машина, какая-то квартира, какая-то семья. У нас у людей есть необходимость, есть потребность в ориентации на других. И мы выбираем блогеров, известных людей, инфлюенсеров, вот всех-всех этих людей по принципу, на кого мы хотели бы ориентироваться. И мы читаем этого человека в поисках ответа на вопрос, каким нам следует быть, как нам следует жить, а не в поисках ответа на вопрос, какой у него сегодня текст, подлежащий там исказуемый. И вот если наш любимый блогер использует нейросети, пишет имя текст, но подписывает своим именем, нам этого достаточно. А если мы уберем это имя, ставим просто текст, вот без этого как бы человека, этот текст лишен смысла, смысл-то в нем есть, нам нет смысла его читать. И получается, что людей, авторов, блогеров заменят не нейросети, их заменят те, кто будут с помощью нейросетей более эффективно решать коммуникационные задачи. То у тебя был блогер, который выдавал один хороший текст в неделю, а так он будет выдавать пять, и он будет закрывать все твои смысловые потребности, тебе будет очень хорошо от изобилия и возможности выбора информации. Ну и прекрасно, так же, как раньше мне, чтобы напечатать статью, нужно было пройти одну корректуру, вторую, третью, а сейчас я прохожу только одну, потому что 90% работы по орфографии за меня сделал другой человек. Поэтому с нейросетями все хорошо, пусть будут, дайте еще пару лет, они дорастут до того, чтобы быть реально полезными, и мы просто будем их использовать так же, как мы сейчас используем орфографические системы. Вы, отвечая на вопрос, сказали про людей вдохновения. У вас они есть? Кто вас вдохновляет? Конечно же есть. У любого человека есть люди, на которых они ориентируются. И, знаете, тут дело даже не в том, что там есть какие-то конкретные люди, которые мне нравятся, как людям моего поколения, мне нравятся Артемий Лебедев, Алексей Антонов, какой-нибудь, не знаю, Дмитрий Пучков условно, Гоблин, ну или кого-нибудь там еще можно назвать. Но не важно кто, потому что меняются поколения, и через 10 лет от сегодня никто не будет знать, кто такой Артемий Лебедев, возможно, или будут знать его какая-то маленькая группа людей. То есть это все временно, какие конкретно люди. Важно другое, важно, что следя за другими людьми, ты знаешь, что ты в них нашел, зачем тебе эти люди. Я это тоже недавно понял, как раз наблюдая за Артемием Лебедевым. Что мы о нем знаем? Он был во всех странах мира, поэтому его рассказы о том, как устроены разные страны мира, что там происходит, как там живут люди, мне кажется убедительными. Он занимается дизайном, у него есть студия дизайна, которая как бизнес существует больше 20 лет. И значит в вопросах дизайна его следует слушать. Но я не помню, чтобы, например, Артемий Лебедев избирался в региональный парламент какой-нибудь, или чтобы он занимался законодательными инициативами, или чтобы он участвовал в муниципальном управлении. Поэтому его взгляд на правительство, власть, законотворчество, муниципальное государственное управление, это взгляд, который имеет такую же ценность, какой бы имел мой взгляд. И у меня есть такой термин аудит экспертов. Если выходит актер и рассказывает мне про политику, я так, ага, ну вот вышел Ди Каприо, стал мне рассказывать про глобальное потепление. И я представляю, что это говорит не Ди Каприо, потому что Ди Каприо, он, ну и был хороший фильм «Пляж», было много других хороших фильмов, но вряд ли Ди Каприо стоял и графики чертил изменения климата. Я представляю, что есть, если помните, такой есть комикс, такой есть «Маппет-шоу», помните? Там такая была зеленая лягушка, а это же ручные куколки, и вот, значит, ему делают рентген, и врач говорит, прости, Кермет, но у тебя, типа, в тебе рука чужая. И когда Ди Каприо выступает насчет глобального потепления, я понимаю, что это не Ди Каприо. Он мне говорит, это его харизма-имидж, и сквозь него вещает что-то другое. И мне эта картинка в голове, сразу становится интересно наблюдать за этим. Поэтому мой подход в том, чтобы помнить, в чем эти люди хороши, в чем они разбираются, в каких вещах стоит на них обращать внимание, а где стоит помнить, что их мнение такое же ценное, как мое. Ну, чтобы написать книгу, у Артемии Лебедева, по-моему, нет ни одной книги, насколько я помню. У него… Ну, такие. В этом, знаете, в чем дело? Можно взять блог и сдать в виде книги, и это часто происходит. То есть люди берут к ним, приходят издательство к блогерам и говорят, Иван, у тебя миллион подписчиков в Телеграме, давай мы твои мысли издадим в виде книги. Он говорит, ну, давайте, издавайте, что? Что нет-то? Они издают, книга появляется, и у нас есть такой пиетет перед книгой, то есть люди думают, о, но у него книга, это значит что-то. Это ничего не значит сейчас. Это значит, что кто-то поверил в то, что эту книгу купят. Это неплохо, нехорошо. Книга – это просто часть большой коммуникационной экосистемы. Ну, вообще, на самом деле, это очень важно, потому что вот у вас вышла не одна книга. Вы знаете, что ваши книги находятся во всех библиотеках страны. Да. Обязательные экземпляры. И это уже история, и ей останется навсегда. Да, это правда. То есть вы уже вошли в историю. И когда в будущем археологи придут в библиотеки… Блок, к сожалению, как бы в библиотеку не… Ну, даже если он будет в виде книги, он сохранится где-то в недрах интернета, как бы. Но такого исторического факта его не будет. Это правда, да. Но я же смотрю на сегодня. Вот если сегодня есть блогер-миллионник, и он написал свою мысль, и она прямо сейчас пошла волнами распространяться в пространство и делать так, чтобы люди прямо сейчас меняли свое поведение. Понятно, что там через 30 лет, может быть, эта волна сойдет на нет, но человек, который сегодня влияет на миллионы людей своими мыслями, взглядами, характером, харизмой, человек, который сегодня сделал так, что люди вдохновились, пошли работать, пошли себя чувствовать хорошо, завели детей, человек, который написал песню, которая их вдохновила на это, или текст, или нарисовал картинку, что-то, что сегодня как-то вдохновило людей, это влияет вот сегодня. И я поэтому не считаю, что если у человека нет книги, он как будто бы не сделал вот чего-то важного. Нет, наоборот. И еще плюс к этому, мы же все очень тесно переплетены. Возможно, дело не в том, что ты написал там или не написал книгу, и даже не в том, есть у тебя телеграм-канал. Иной раз просто разговор с другом, такой задушевный, глубокий, искренний, может поменять в человеке больше, чем все блогеры, которых он прочитал до этого, с той же самой мыслью. И вот ты всех читал, 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 а потом ты у одного, ну давайте возьмем инвестиции, например, да? Вот миллион брокеров, банков, бирж, транслируют бесконечно контент. Покупай акции, покупай там фонды, вот ту-ту-ту-ту-ту. А ты сидишь такой, ну понятно, они на этом зарабатывают, они мне будут рассказывать. А потом ты вдруг встречаешься с бывшим одноклассником, который явно хорошо себя чувствует. И ты спрашиваешь, а как вот ты вот откуда? Он говорит, ну вот я управляющий портфелем, вот такие-то, вот такие-то бумаги. И вот этот один взгляд на человека может так тебе изменить картину мира, что ты тоже туда пойдешь и изменишь свою жизнь, и твоя жизнь станет лучше сегодня. Поэтому, конечно, здорово, что есть книга, есть объект, он попадает в библиотеки. Но это скорее укор библиотечной системе, что то, что сегодня влияет на миллионы людей, там не оказывается, а то, что было просто напечатано на бумаге, как будто бы приобретает более высокий статус. Ну и знаете еще как? Вот когда надо, ты свой нужный пост никогда не найдешь. А когда не надо, вечно всплывает какую-нибудь такую чушь, ты сказал 20 лет назад в интернете. И люди находят и начинают делать репосты. То есть вот по закону подлости интернет помнит все настолько хорошо, что при желании можно найти все. Кто-нибудь в руках держал книгу? Ой, как здорово. Она изданная, просто удивительная. И я понимаю, что чтобы сделать книгу такой, какую мы сейчас вот ее видим, и кто-то, кто вот еще ее не держал в руках, он обязательно ее откроет, поймет, насколько она уникальна внутри. Вы дизайном сами занимались внутри? Первая версия дизайна в 2016 году мы сидели с Людмилой и открыли макет. Чем отличается эта книга от того, как обычно издают? Обычно авторы берут вордовский файл. И в вордовском файле, ну как обычно мы там курсовые, пишем дипломные работы, просто сверху вниз, слева направо писали текст. Потом этот текст передавался верстальщикам, дизайнерам. И дизайнер заливал этот текст в макет книги. И вот как лег он, так и лег. Нет такого, что, например, у тебя на новой странице осталось пять абзацев, и у тебя страница как бы не закончена. И дизайнер такой, да, отпилю пять абзацев, чтобы красиво было. Никто так в жизни не делает. А мы с первого дня работы над книгой укладывали текст так, чтобы он ровно ложился на листы. То есть вот мысль идет, остается три строки до конца страницы, и надо мысль закончить. И если она не заканчивается, нужно где-то раньше подрезать, либо если мысль никак не умещается, нужно создать еще один разворот, или еще одну страничку. И это дьявольский труд, который в каком-то смысле, он глупый, потому что, а почему книга такого формата? Почему не вот такого? Почему она не формата, а три? Ну то есть какое-то случайное ограничение, и нам в это случайное ограничение нужно запихнуть свою мысль. Но вот так как это ограничение есть, она даже легкая очень. Нам приходится вот... Она внушительный объем страниц, очень легкая. Но справедливости ради, мы ее с первой версии сократили. Первая версия была 438 страниц, сейчас на ровно 400. Это намеренно так. Мы очень-очень-очень постарались, чтобы книга стала чуть меньше. Но в этой версии мы уже сделали попроще. У нас была целая команда, арт-директор, дизайнер, верстальщик. Ну то есть уже целая команда людей работала под нашим надзором, чтобы получилась хорошая книга. Еще такой вопрос. Вот чтобы создать свою первую книгу, все равно должен быть какой-то пример. уже изданных авторов или писателей, на которых вы смотрели и понимали, что вот то, что он сделал, пусть там в своей нише, это просто суперкруто. Вот какие у вас были ориентиры среди писателей? У нас был эталон в плане оформления и подачи. Это Эдвард Тафти. Это мужчина-исследователь вопросов подачи информации визуальной. У него есть книга «Объем на плоскость», «Визуализация информации» и много других книг про визуализацию. И вот чем он особенный? Он как раз, у него собственное издательство, которое посвящено изданию его книг. И вот он писал ровно так же. У него лист, на нем заявлена тема, стоят иллюстрации, и тема изложена вся очень подробно, тщательно, ровно на этом листе, на этом развороте. И для нас это пример того, как нужно делать книги вот таким дизайнерским подходом. А это единственные еще или еще какие-то листы? Ну вот в плане оформления, да, это единственные. Но и в целом мы эту книгу не делали с нуля. Она опиралась на то, как мы много лет до этого делали рассылки, курсы и советы. Это просто еще одна итерация одних и тех же мыслей. Но дело в том, что вот часто у людей так бывает, и у нас тоже так бывает, что ты вот сто раз увидел одну и ту же мысль, но она у тебя не откликнулась. А потом ты увидел правильный пример в правильное время. Ну, хорошо, один из примеров может быть. Выключился свет у тебя дома в квартире, у тебя на это время не работает ни интернет, ни Wi-Fi, ничего. И ты остался один на один со своей квартирой, без вот этого канала огромного туда в интернет. И ты открыл книги, которые ты покупал, 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 но никак не читал. И вот в этот момент внезапно, я так талеба читал про антихрупкость. Буквально недели три назад, наверное, это произошло. И она у меня лежала и в PDF, и в e-pub, и во всех вот видах. И так же стояла на полке подарочная антихрупкость. И я так, ну, делать нечего. Ребенок спит, жена уехала, я без света. И прям вот пошло. Потому что вот совпали все моменты. И те мысли, которые я видел, слышал и в ютубе, и много где, и в разборах, вдруг стали по-другому восприниматься. И это просто нужно давать много раз шанс разным людям по-разному проконтактировать с этими мыслями. Через два года юбилей, 10 лет книги. Есть какой-то план, цель, как отметить? Почему? Это важный вопрос на самом деле, потому что книги в нон-фикшн очень короткий список, которые живут столько лет. То есть обычно есть, вот как вы называете, хайп. Тема пришла, книжка вышла, как бы отрубила свое и ушла. Все, ее больше не переиздают. Здесь совершенно другая история. Я хочу, чтобы на десятилетие книги, ну, мы, наверное, сделаем это, я попрошу читателей рассказать, что они сделали с книгой. Потому что самое, наверное, приятное, что я слышал от людей, это фраза «Благодаря этой книге я начал писать». И там по-разному. Кто-то в профессию попал, кто-то боялся писать, и эта книга ему, условно говоря, разрешила. Кто-то говорит, я ничего не знал о тексте, и вот начал писать, и почувствовал, что я могу. И это для меня главная польза, наверное. Так-то, понимаете, когда ты уже начал, там уже чем дальше, тем ты больше, более уточняешься, больше понимаешь, что происходит, у тебя настраиваются ориентиры, на кого-то подписываешься, ты сам контактируешь с миром. Ну, то есть жизнь, она тебя корректирует все время. Сложно начать. И вот если эта книга подтолкнула кого-то, начать это невероятно ценно. И есть антипример. Многим редакторам, журналистам очень не нравится эта книга за то, что она упрощает те вещи, к которым эти редакторы, авторы шли годами, десятилетиями. И она как-то это где-то проходит по верхам, и достаточно тщательно говорит о каких-то отдельных словах. Недавно мне даже присылали ссылку. Некий мужчина написал книгу в виде, ну, по-русски, по-современному, это называется Дисна Ильяхова и Сарычева. Книга, которая, там, 150 страниц о том, почему пиши, сокращай, это плохая книга. И я думаю, вот он, вот это пример, почему людям трудно писать, что кто-то настолько хочет защитить вот эту вот свою поляну, ни в коем случае не пустить дилетантов, людей без степени, ни кандидатов филологических наук, без диплома журналиста, чтобы ни в коем случае никто, 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 никогда, никогда, никогда не оказался среди нашей пишущей братьи. Потому что если кто-то окажется, а он не обучен, он не получил корочку, что ты имеешь право писать, это же что такое, значит, это же хаос будет. И вот этим, мне это забавно, что люди всерьез в это играют, и очень грустно, что мы живем в ситуации, где вот приходят люди и пытаются защитить таким образом свою поляну. Поэтому для меня это великая похвала и великая честь быть тем, кто помогает людям начать писать. А как книга изменила вашу жизнь? Вот она вышла, и жизнь ваша точно изменилась. Вас сюда пригласили, как писателя. Так не бывает, смотрите. Нет такого, что книга вышла, ты утром проснулся, и ты проснулся в съемной квартире где-то в Бутово, лег спать, а проснулся на патриарших. Такой, о, что это? Нет, так не бывает. Нет, но все равно книга-то изменила что-то, что изменила? Но происходит так, выходит книга, и ты едешь, моя первая презентация книги, книги была в доме художника напротив парка Горького в музеоне, под лестницей возле туалета. Это не шутка. Я помню еще, сквозняки, мамы, папы выводят своих детей в туалет, холодно, сквозняк, потому что зима, и маленькая там 20 стульев стоит, и я презентую книгу в первый раз. А потом чуть лучше пространство, а потом чуть лучше, а потом первый тренинг, а потом десятый тренинг, а потом тысячный тренинг. Конечно же, жизнь меняется, но она меняется не только благодаря книге. Книга — это один из множества способов донести свои мысли до людей, и не единственный. Если сейчас у кого-то есть в голове мысль, он думает, я вот знаю что-то про политику, про историю, про религию, я хочу людям что-то рассказать. Не думайте, что книга — это ваш единственный пропуск, что вы обязаны написать книгу ради престижа. У меня вот дедушкам недавно, он тоже занимается литературой, он пишет романы в обстановке исторических обстоятельств разных. И вот он недавно говорит, вот хочу последний недавний роман издать в таком крупном издательстве. Я говорю, зачем? Он говорит, для престижа. Я говорю, дед, ты же понимаешь, что престиж и польза для читателя, они ну никак не связаны. Читателю, неважно, престижно это или нет, читателю хочется что-то получить от книги, эмоции, радость, какой-то контакт. Ты можешь это опубликовать и в интернете, и на сайте Литре с самым издатом, и это будет также работать. Не нужно ограничивать себя вот этими вот институциональными рамками, типа либо книга, либо ничего. Потому что часто же люди очень много сил вкладывают в это. Они думают, что если я напечатаю это на бумаге, это обретет какую-то дополнительную ценность. И они очень огорчаются, когда это на самом деле не так. Мы живем в эпоху в мире, когда можно быть успешным автором, издателем, не имея ни одной книги, но влияя на людей через блог, через видео на ютубе, через смешные тиктоки, господи, рилзы, как это называется, вот эти вот короткие видео. Можно быть настолько интересным, классным автором, что тебя будут слушать, но ты при этом не пишешь ни строчки. И это невероятное время, невероятная возможность. Каждый из нас сегодня может взять телефон и стать таковым. Но когда все имеют такую возможность, особенно ценность становится не форма, а содержание. Если тебе что сказать, каков ты, кто тот человек, каково наполнение мозгов человека, который идет к тебе в эфир. И поэтому уже не так важно, напечатано это на бумаге, важно, что там есть для людей. У меня есть предложение. У нас вот есть живая аудитория с нами, и у нас есть еще аудитория, которая нас смотрит в интернете. Можно вывести картинку мою, пожалуйста, на экран. Вот, во-первых, красивая картинка, а во-вторых, я подготовил для наших слушателей в онлайне, в онлайне, это для онлайна, QR-код, чтобы вы могли сейчас на него навестись. Это для тех, кто в онлайне. И задать любой вопрос, который есть у вас ко мне. А где у нас трансляция? Куда посмотреть? Какую камеру? Вот это? Вы меня видите? Так, друзья, если вы сейчас нас смотрите в Рутубе, наведитесь и напишите любое, что вам придет в голову, чтобы вам было бы интересно узнать о книге, обо мне, о работе, о текстах, о чем угодно. Ну, а вы здесь, друзья, раз вы здесь, вам это делать не нужно. Если у вас есть вопросы, мысли какие-то, вы бы хотели чем-то поделиться своими мыслями, наблюдениями, но лучше вопрос, чтобы как бы у нас был диалог. Может, поговорим, как вы на это смотрите? Да, давайте? Можно? Да, передайте микрофон, пожалуйста. Спасибо. Как вас зовут? Меня зовут Екатерина Максим. Очень приятно. Я хочу поблагодарить вас за встречу. Я сбоку сижу и наблюдаю, что никто не проваливается в интернет. Прям очень приятно, приятно разговаривать про текст. Приятно, мне кажется, это очень приятно, очень актуально. Вот вы спрашивали, почему актуальная книга, а как она может быть неактуальной, потому что полностью пропитывает нашу жизнь и прям большое-большое такое значение. Максим, такой вопрос. И еще спасибо. Спасибо за доброе отношение к людям. Я прям, мне кажется, каждый тоже улыбался, когда вы про это говорили, потому что тексты текстами. У меня будет вопрос про грамотность. Но когда ты видишь человека за большими репликами и можешь разглядеть его, по-моему, это очень дорого. И в тексте это тоже все чувствуется. Вопрос такой, поскольку я сама преподаватель, как вы реагируете на вопросы про грамотность? Не слитно или раздельно? Одна буква Н или две буквы Н, запятые, синтаксис. Не всегда Т9 помогает все это выставить. Спасибо. Знаете, я в школе был отличником, кроме одного предмета. И предмет этот был, угадайте, какой? Русский язык. То есть вот все, мне вообще биология, химия, вообще плевать, физика, все пролетало запросто, кроме русского языка. И это вот просто, мы бодались с моим учителем, она видела, что мне интересно, но у меня не получалось. Поэтому, когда у меня спрашивают про двойную или одинарную Н, мой совет всегда, переформулируйте, чтобы написать так, как вы точно знаете. И я этому совету сам следую. И я на эти вопросы обычно реагирую в духе, знаете, я не тот человек, которому нужно об этом спрашивать. Есть сайт грамота.ру, есть справочники, и есть в конце концов ваша орфокоррекция, ну вот в компьютере. Но есть нюанс. Иногда я знаю, что вот так правильно, орфокорректор такой, давай, давай раздельно напишем, ну на всякий, ну давай, ну попробуй, ну давай. Я говорю, нет, нет, он подчеркивает, давай запомни так. То есть иногда даже я немножко умнее его, но не всегда. Слушайте, если людям интересен вопрос, как грамотно написать, это очень хорошо. Это значит, что им важно грамотно написать, потому что чаще люди так, а, как получится, там запятые, не запятые. Я часто веду тренинги в компаниях, и удивительно, но чем выше уровень людей, с которыми я работаю, тем чаще мне нужно будет молча проставить в их тексте запятые. Ну то есть мы там разбираем что-то другое, и там, например, запятые не отсыпали, видимо, на совете директоров, поэтому человек просто как-то их там вольно расставил, как получилось. И я уже читаю, что-то комментирую, и уже просто автоматически запятые расставляю по тексту, думаю, ладно, ты директор департамента региональной огромной компании, там у тебя зарплата полтора миллиона рублей в месяц, но запятых тебе явно не хватает. И нормально, ничего страшного, потому что есть корректоры, есть системы, и ну просто это не критично. Вот. А еще вопросы? Давайте. О, у вас микрофон, давайте, несите. Максим, здравствуйте. Спасибо за ваш вклад в развитие человеческой коммуникации. Меня зовут Павел Шин, я блогер, и я начал свой путь как раз из подростковой потребности показывать себя миру и свой лайфстайл. Но дальше я определился примерно с тем, что я могу нести этому миру, и сейчас я молодой аудитории несу ценности культурного развития и саморазвития. В связи с этим первый мой вопрос, у меня их будет два. Со мной очень срезонировала мысль о том, что нужно понимать, что ты берешь, что ты видишь в человеке, который тебя вдохновляет. В связи с этим у меня вопрос, есть ли у вас какая-то информационная диета, что вы вот знаете, откуда вы хотите, что брать, и, возможно, какие-то самые ценные для вас ресурсы. Да, у меня есть очень простой принцип. Я подписываюсь на все, где эмоционально мне вот нравится. Я вижу какой-то интересный канал, я подписываюсь на него, и какое-то время читаю. А потом, ну где-то, вот наступает момент какого-то перегруза, я чувствую, что я потратил больше 10 минут на то, чтобы в день все прочитать, снять галочки со всего. И я задаю себе вопрос, что из того, на что я сейчас подписан в последние 3 месяца не принесло мне никакой пользы в моей жизни. Я как бы провожу ревизию каналов, потому что я каналом, ну всем, на кого я подписан, блогером, я им всем плачу своим вниманием. В буквальном смысле мое внимание конечный ресурс. Деньги можно заработать, а внимание и время ты его никуда не вернешь, когда ты его уже потратил. Соответственно, я смотрю, вот ты, например, какие-нибудь политические новости мне публикуешь, условный канал. И я думаю, так, а я что-то благодаря твоей информации сделал в своей жизни полезное, и, как правило, нет. Я так, ну тогда до свидания. Я получил тот эмоциональный заряд, который изначально мне был обещан, я удовлетворился, но дальше идти с каналом, который мне в ответ на мое время внимания ничего в жизни не дает, я дальше не иду. Или с другой стороны можно посмотреть, любое медиапотребление должно быть целенаправленным. В переводе. Читать нужно зачем-то. И очень вредно читать просто, чтобы быть в курсе. Потому что быть в курсе имело смысл, когда мы жили коммунами по 20-30 человек вокруг костра, и нам очень важно было быть в курсе, что делают все мои соплеменники, потому что тогда я мог координировать с ними свою работу. Ну то есть сплетни, они вот про это. Наша потребность обсуждать других людей в коллективе, она связана с тем, что коллектив должен работать как единый организм, это нервная система коллектива. А вот сплетни про Дональда Трампа или про революцию в Техасе, или даже сплетни просто про соседний город, или когда я сижу в Туле, как, не знаю, москвичи стоят в 20-ти бальных пробках накануне чего-нибудь, вообще наплевать. Ну то есть, как бы я сочувствую вам, но это не мои проблемы сегодня. И получается, что просто быть в курсе очень вредно, потому что на быть в курсе внимание тратится, а пользы может не быть. И вот это вот жесткое соблюдение вот этой информационной диеты помогает мне не слишком перегружаться, во-первых, а во-вторых, не подставлять свою голову, не открывать черепную коробку влиянию людей, которые хотят гражданской войны, например, в России, или хотят, чтобы я все бросил, сжег паспорт и уехал куда-нибудь в эмиграцию. Ну то есть, люди, которым интересно был бы такой исход, вот им тоже подставлять свою черепушку тоже не нужно. Спасибо. Получается регулярная ревизия, отличный совет. Второй вопрос, немного более глобальный, абстрактный. Лет семь назад Илон Маск на подкасте сделал предсказание, его многие предсказания не сбываются, но тем не менее, о том, что из-за нейронных имплантов коммуникация между людьми через 10-15 лет будет проходить не текстом, язык станет чисто более сентиментальным инструментом такой ниши культуры прошлого. И это очень спекулятивный, конечно, прогноз. Я хотел узнать у вас, возможно, ваши мысли по этому поводу и какие вы видите, возможно, неочевидные тренды коммуникации будущего. Ну, скорее всего, он прав, только он прав на горизонте лет 200, наверное. Ну, то есть, скорее всего, это произойдет, но мы еще очень на ранних стадиях этого, поэтому нас это не коснется. Тренды, они чем интересны? Это разные декорации одних и тех же сюжетов. А сюжет всегда примерно один и тот же. Люди решают свои задачи, а те люди, которые не решают свои задачи, они решают задачи других людей. И поэтому в мире всегда происходит одна и та же история. Кто-то говорит, я хочу прийти к цели А, идет к цели А, собирает себе какую-то команду, ресурсы, аудиторию и двигается к этой цели. А остальные сидят, смотрят на это и такие, наворовал. Ну, вот примерно так. И это происходит на всех уровнях, каждый защищает свои интересы. И в целом, ну, вот как бы это так устроен мир. Поэтому строить прогнозы, ну, вот я вам точно говорю, через 10 лет будет все так, так же, как сегодня, так же, как было 250 лет назад. Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос, очень интересно. Так, давайте. Помните, Facebook запускал Метавселенную, и они от этой Метавселенной сделали отдельный в Инстаграме аккаунт, который набрал там за несколько дней 3 миллиона уже подписчиков, где они просто рассказывали про эту Метавселенную, там типа персонажи, также Марк Сукерберг, и так далее, они просто рассказывали про эту жизнь. То есть людям было намного интереснее слушать как раз Марка Сукерберга в 3D-модели, чем настоящего человека. И тем более, у него тоже, у него есть свои мысли, ну, настоящий, но все же. То есть он намного умнее, он ответит на ваши вопросы, и как, например, вот сейчас в чатах ГПТ можно задать любые вопросы, например, ну, если про отношения брать, можно спросить, вот мне девушка там ответила вот то, то что мне делать? Ну, или мой там парень что-то сделал, вот. Смотрите, есть, конечно же, эффект технологической новизны, но вы наверняка застали, 3 года назад был популярен Clubhouse, была такая социальная сеть, куда люди приходили слушать радио, как радио моя, зуми, как кто мы, мы бумеры, мы зумеры, кто мы, миллениалы, миллениалы изобрели радио маяк в буквальном смысле, и это ровно побурлило, сколько, месяца два с половиной, и закончилось так же быстро, как началось, потому что все все поняли, окей, да, все хорошо, разбежались дальше. Что касается чата ГПТ, ну, вот смотрите, окей, вы, это же то же самое, что Google, по-хорошему, но разница в чем, когда ты спрашиваешь у Google, ты можешь, ну, или у Яндекса, ты можешь посмотреть, кто тебе дал ответ, и готов ли ты доверять этому человеку. Чат ГПТ – это вот нечто, как бы некая компиляция из всего-всего-всего, да, что он мог прочитать. И вот теперь вопрос. Вы готовитесь по чату ГПТ к государственному экзамену. В результате этого государственного экзамена вам могут выдать диплом, либо пять лет вашей жизни, шесть лет жизни, там, четыре года жизни, в общем-то, на смарку. И вот вопрос. Вы будете готовиться по чату ГПТ или по учебнику препода, который у вас принимает экзамен? Наверное, все-таки по учебнику, потому что чат ГПТ – это классно, хорошо и удобно. Может быть, там про личную жизнь можно посоветоваться. Но когда у тебя высокие ставки, может ли он нагалюционировать? Да, может, ты это знаешь. И доверять ему в этом смысле нельзя. И если ты, например, дал ответ на экзамене, предприниматель говорит, а вы какой-то бред говорите, вы ему говорите, а, погодите, это у вас в книжке написано, давайте я вам покажу. Это вам дает уверенности. А если вы говорите, вы знаете, мне это в чат ГПТ сказали, но есть же фраза, что в интернете тоже написано, то есть и на заборе тоже написано. И получается, что это технологически интересно, сейчас люди за этим следят, это вот на хайпе. Подождите лет пять и посмотрите, как этим будут пользоваться. И люди по-прежнему будут смотреть за людьми. Ответ-то вот в чем на самом деле. Нам нужно смотреть на то, как живут другие люди, потому что если они в чем-то успешные или, по крайней мере, успешнее нас, возможно, мы можем это у них скопировать и сами быть лучше. А чат ГПТ или Google или кто угодно, они по определению не успешнее нас, они не люди. Следовательно, следить за ними, это бессмысленно. Если эротика еще имеет какой-то смысл, то использовать как социальную модель синтетические алгоритмы просто так не будет. Поэтому я здесь спокоен, с блогерами все будет нормально. Может быть, сейчас в моменте кто-то пострадает, но в долгосрочной перспективе люди будут смотреть на людей. Потому что это то, как мы миллионы лет нашей эволюции научили нас смотреть на людей, а не на камни. Вот чат ГПТ – это камень. Ну, волшебный, но камень. Сложно, но встретимся через 5 лет. Просто вы увидите, что изменится. Понимаете, через 5 лет чат ГПТ будет у вас, может, не чат ГПТ, какая-то ГПТ-модель у вас будет везде. В телефоне, в компьютере. Вы забудете, что у вас когда-то клавиатура вам не исправляла, не предлагала следующее слово. У вас у всех есть мобильные телефоны, у вас везде есть клавиатура экранная, и она вам почти везде, во всех телефонах, сверху предлагает следующее слово. Следующее слово там, технология, как правило, сделана на базе цепей Маркова. Это несложная математическая игрушка, которая изучает какой-то корпус текста и знает, что после слова «мама» скорее всего вы чаще всего пишете, 80% вы говорите слово «дай», 70% вы пишете слово «как», а потом 20% «что». И вы, например, говорите «мама, дай». И потом она анализирует весь ваш текст, у нее индекс составлен там специальный, и после слова «мама, дай» 95% что он скажет? Денег. И вот откуда он знает, что подсказать? Да он просто анализировал корпус текста. Это несложная математика. И мы сейчас, ну, довольно нам трудно жить без вот этих подсказочек. Иногда просто все сообщение можно набрать по подсказкам. Вот то же самое будет, только немножко более умное. Только он будет смотреть не на два последних слова, а на 30 последних слов. Ну и все. Вот разница будет только в этом. Вы будете говорить там, «Эй, Алиса, давай напишем мне сочинение». Она такая, «Извините, как нейросетевая модель, я не могу писать за вас сочинение». Пшел вон. Ну вот как сейчас Алиса тебе хамит, она будет хамить так же, только на большее количество сообщений. Вот. Так что мы будем жить в этом мире, и мы даже не будем замечать, что эти технологии есть. Они будут просто частью нашей жизни. Ну и вот как бы корректоры не ушли, блогеры не ушли, несмотря на то, что тебе текст подсказывается на клавиатуре. То же самое будет. Спасибо. Вот, можно вам микрофончик, да? Передайте. Добрый день. Добрый. Максим, как говорится, сюда попал совершенно случайно. Но все случайности не случайны, да? У меня, как и у вас, «Талеб» с полочки стоит, а у меня так же «Пиши и сокращай» стоит. Я до нее, честно скажу, не добрался, много слышал об этом. Сейчас уже, как говорится, увидев автора в глаза, читать будет ее намного приятнее. У меня такого плана вопрос. Вот сама цель, как бы, эмиссия этой книги, вот «Пиши, сокращай», вроде как бы каждый все равно по-своему интерпретирует. А вот главная цель, которую хотел донести, Максим, расскажи, пожалуйста, вот когда будут читать, потом для себя анализировать, что я поймал, а что все-таки автор хочет доносить. Спасибо. Есть то, что лежит на поверхности, есть то, что чуть глубже. На поверхности лежит такая мысль. Постарайся писать короче. То есть, а что значит короче? Не отвлекай ни себя, ни читателя на тексты, мысли, идеи, кусочки информации, которые не работают на цель. Вот и все. Ну, то есть, просто есть цель, ты к ней идешь по прямой, а не по вот такой вот кривой. Почему это важно? Потому что наши мозги вообще не умеют это делать. Мы, ну, нужно много лет воспитывать в себе дисциплину, говорить по делу, к сожалению. А так мы начинаем говорить, сюда отвлеклись, сюда, ой, белка, ой, кстати, а еще анекдот вспомнил, и это в устной речи. А на письме это еще хуже, потому что нас, ну, помните, как в школе отступление пошло, да? В школе помните, с чего начинается любое сочинение. Ну, про Пушкина, например. Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт. Пушкин родился тогда-то, учился в Царском лицее, тан-тан-тан, тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан, и его няня Арина Родионовна, бум-пум-пум. Так вот, в повести «Капитанская дочка» поднимается тема. Почему, чтобы написать сочинение про «Капитанскую дочку», нужно начать с Арины Родионовны? Так сложилось, нас к этому приучали. Не знаю, как вас, вы люди, кто-то есть помоложе, сильно, чем я. Может, у вас уже в школу наоборот, там типа пирамида, структурируем текст, цель, смысл Пушкина. Первое предложение, смысл Пушкина в том, чтобы… Нет, не так, да? Ну, слава богу, все. Устои не пошатаны. Короче, нас не учат говорить по делу быстро и кратко. Мы часто кто-то специально, а кто-то по старой привычке ходим кругами. И это касается и идей, и предложений, и даже отдельных слов. Но это поверхностная мысль. А более глубокая мысль вот в чем. Люди не приходят в текст ради текста. Люди приходят в текст за чем-то, за какой-то своей целью. Кто-то решить проблему, кто-то развлечься, кто-то снять сомнения, кто-то почувствовать себя уверенно. И нам нужно перестать, не то, что перестать, нам нужно не в первую очередь думать о том, зачем я создаю текст как автор, а в первую очередь думать, зачем приходит читатель. Это в книге называется словом «полезное действие». Это начинается этот разговор в третьей главе. И я замечал такую вещь. Неважно, как грязно или чисто написан текст, сколько там лишних слов и отступлений, если он двигает читателя в ту сторону, зачем читатель пришел, если он удовлетворяется содержимым текста, то этот текст хороший. Его можно сделать лучше, как и всякий текст. Но если он решает поставленную задачу, это хорошо. А если текст такой, я прекрасный текст, я вам сейчас расскажу, какой я хороший. Ну, текст компания, человека себе рассказывает. И вот когда так происходит, то неважно, как он чисто написан, насколько там мало слов, насколько там вылезаны все предложения. Нужно бить в цель для читателя, а не для себя. И тогда есть шанс, что читатель будет заинтересован. Есть редкие случаи, когда текст пишется только для себя, когда ты размышляешь на письме, когда ты сам в себе ищешь мысль. Но такой текст нужно написать, стереть, и потом для читателя написать нечто новое. И вот это такая более глубокая мысль. Я предлагаю перейти к вопросам из интернета. Есть у нас такая возможность? Сколько у нас еще времени? Минут 10, наверное, есть. У меня еще есть два вопроса. Если вы не против, я буду открывать пока, а вы мне задайте вопрос. Кажется, человек так или иначе, он свою жизнь планирует. И дела там и так далее. Ваш взгляд за горизонт? Что видит в качестве целей? Я не умею вообще. У меня нет фантазии насчет будущего. И самое главное, когда мне начинают предлагать, построить долгосрочные планы, я говорю, ну на две недели могу тебе что-то сказать, но не больше. Потому что настолько быстро все меняется и как-то так быстро все, так легко видно, настолько очевидно, что все меняется сильно быстрее, чем ты можешь предположить, что я дальше двух недель не планирую. У меня есть цели на год примерно, куда я примерно иду. И примерно я их разбиваю на какие-то квартальные цели, месячные. Но я планирую свои действия максимум недели на две. И вот у меня есть цель до августа успеть написать книгу следующую. Ну а что значит написать книгу? Успеть изложить то, что было добыто уже в моей голове. Но знаете, это же самое противное. Я уже эту книгу в голове написал. А теперь нужно заставить себя эту книгу написать руками. Ну причем в моей-то голове это звучит хорошо. Потом я читаю это с листа и думаю, ты что такое? Это ужасно. И вот нужно найти в себе силы заставить себя собственно что-то с этим сделать. Ну и даст Бог успею. Вот мой план. А дальше посмотрим. Хочется сделать комплимент. Вот кто-то пишет, излагая теорию, а у вас все в практике ушло в текст, в книге. Абсолютная практика. Ну дай Бог, чтобы так дальше было. У меня почему-то один ответ здесь. Видимо у нас то ли не работает QR-код, то ли что-то может быть не видно картинку. Но мы больше поговорим с вами. Телеграм, платформа будущего на замену Инстаграм, где мы, принадлежит компании Мета, призванной экстремистской на территории Российской Федерации за оскорбительные выражения в адрес граждан России и людей, говорящих на русском языке, распространяющие нелегальные сведения, терроризм, экстремизм и так далее. Все сказал? Нормально. Как стать заметным в Телеграме? Смотрите. Трех слов. Хороший вопрос. Ну, про Инстаграм. Конечно, из-за того, что он стоит за VPN, перспективы у него туманны. Это ваш вопрос? Нет? Не ваш? Перспективы туманны у него, потому что люди, то есть, на удивление, он держится очень хорошо, то есть, жизнь там все еще есть. И вот знаете, это как вот, ну вы не знаете, я не знаю, но я предполагаю, что если посадить людей в комнату и медленно откачивать оттуда воздух, по идее, ни в какой-то момент должны все заснуть, но никто не засыпает. Вот прямо почему-то странно. Но он не растет при этом. То есть, у тебя активность какая-то есть, но роста активности не существует. Если Инстаграм можно будет ходить без обходов, всяких блокировок, тогда у него есть шанс. Ну а до тех пор, конечно, это будет постепенно увядающая платформа для нас в России. Что касается Телеграма, есть одна вещь, которая может его погубить, и это введение алгоритмической ленты. Это если кто-то, какой-то алгоритм начнет за тебя решать, какой контент тебе показывать сегодня. Вот если это произойдет, то Телеграм станет таким же убийцей твоего времени, как любая другая современная соцсеть, потому что главная проблема соцсетей в том, что они лишают… То, что главная проблема, то, что превращает соцсети в яд сегодня, это… Можно чуть-чуть сделать, чуть отступление. Помните 2007 год? Что было самое классное в соцсетях в 2007 году, если вы тогда и пользуетеся, там ВК, например, ВКонтакте тогда называлось? Ты мог посмотреть за жизнью своих друзей, и ничто не стояло на твоем пути. Все, что у тебя было, это твои друзья. Алена Петрова выложила фотку с таким декольте, с таким декольте, с таким декольте. И как бы вот прекрасно, твой вечер уже как бы сложился. И соцсети были продолжением твоей реальности, и это было невероятно круто, это был технологический прорыв. Что такое соцсети сегодня? Почти все, и все точно, в которых есть алгоритмическая лента. Это бесконечный дофаминовый поток, капельница такая, которая… Вот знаете, если листаешь какие-нибудь короткие видео в Ютубе, например, ну вот знаете, снизу вверх, когда листаешь, как ТикТок, да и ТикТок тоже, оно вот как бы… Но не… Понимаете, в о чем я? И вот это вот… Это вот капелька дофаминчика, вот кап, кап, и есть хороший способ проверить, что ты лежишь под дофаминовой капельницей. Ты потом выходишь из туалета, например, и спустя минуты 3-4 ты вообще не помнишь, над чем ты хихикал минуты 3-4 назад. Ты, может быть, не помнишь даже в процессе, как будто вот какой-то наркотический сон. То есть ты хихикаешь в моменте, но ты не… Ты ничего не воспринимаешь, ты ничего не запоминаешь, ты ничего не понимаешь нового о жизни, ты просто хихикаешь. Ну, может быть, не вслух, но про себя. И это следствие алгоритмической подачи материала, потому что алгоритмам классно, чтобы ты как можно дольше хихикал, потому что они так деньги зарабатывают, это то, как устроена их система. Телеграмм, в чем его великая сила сегодня? В том, что он старомодный, ты сам выбираешь, на кого тебе подписаться. Ты хочешь на интеллектуальных людей подписываться, ты подписываешься на интеллектуальных людей, и они… Да, ты хихикаешь, но у тебя есть шанс, что они тебя обогатят. Ты сам определяешь свою информационную диету и можешь быть эффективнее, чем другие люди. И в этом смысле Телеграмм гениален, ну, как бы он не испорчен пока. И дай ему, боженька, дурову или кто это будет делать, чтобы дальше Телеграмм оставался таким. И, конечно же, в этом смысле за платформой будущее. Как стать заметным в Телеграмме, вот именно заметным, это делать хихи, хихи, потому что они отстают на работе, им тяжело, им нужно отдохнуть, немножко отвлечься, и это понятно. Это чтобы быть заметным. Можно эротику публиковать, легкую, разной степени тяжести, можно анекдоты публиковать, можно делать канал, типа, настоящий мужик, и перепощивать видео, про то, как, не знаю, люди дырки в стене делают. То есть люди смотрят разное абсолютно. И это же ответный вопрос, как быть там заметным и популярным. Но мне больше нравится вопрос, а как там собирать вокруг себя полезную для тебя аудиторию? Потому что аудитория из миллиона хихикающих людей, она полезна только, чтобы продавать им ставки на спорт, китайские ножи, какие-нибудь артикулы Wildberries, косметику из золотого яблока. Понимаете, да, о чем я? Ну, то есть, как реклама, да, нормально. Но если ты хочешь вокруг себя собрать сообщество людей, которые будут реально глубоко с тобой вовлечены, нужно писать о том, что тебя волнует, что-то, что может быть полезно другим людям. И на основании вот этого «мне важно, вам полезно» вокруг тебя соберутся те люди, которые станут твоим социальным графом, профессиональной сетью. И можно сегодня быть 17-летним аболтусом, простите за грубое слово, после всего, что между нами было, можно быть 17-летним аболтусом, написать что-то такое, что вокруг тебя соберутся еще 25 таких 17-летних аболтусов, а потом это станет крупнейшей российской IT-компанией. Вот так это сейчас работает. И это невероятно круто и сильно, и это здорово. Вот, мне кажется, что это правильный ответ на этот вопрос такой. Правильный. А поверхностный – это вот такое. Есть еще вопросы? Давайте. Здравствуйте. Я долго думала, задать или не задать вопрос, но все-таки задам. Какие эмоции вы испытали, когда вас назвали отцом инфостиля? Вот на эмоциональном. Знаете, я на самом деле отец. В буквальном смысле у меня есть ребенок. И эти эмоции, вот когда появился ребенок, это было сильно. Но, наверное, когда меня называют отцом инфостиля, я хочу сказать, ребята, дело вообще не в инфостиле. Инфостиль – это иллюзия инфостиля, это слово такое, это ярлык на рабочем столе. Надо не на ярлык смотреть, надо смотреть на то, куда он ссылается. А ссылается он на что-то, чем занимались и в середине 20 века, и в начале 20 века. Это вообще повторяющаяся тема через человеческую культуру. Мы, ну вот просто если подумать, люди не умеют коммуницировать. Не потому, что мы глупые, потому что нам природа не дала ничего для этого. Мы, елки-палки, мы говорим между собой ртом, который предназначен для потребления пищи и руками, которые предназначены для управления, манипуляции объектами. Наша коммуникативная надстройка самая, ну одна из, наверное, самых молодых, которые есть в нашем теле. Мы, как бы, эволюционно должны быть хмурыми, унылыми, волосатыми и, типа, брать в руки предметы и стукать друг об друга камни. А мы, вон какие обезьяны умные. Но, как бы, несмотря на все наши ограничения, мы что-то добиваемся. И вот вопросом, как хорошо коммуницировать, занимались еще стойки. Это самое раннее, что я нашел. А наверняка было еще раньше эти вопросы. То есть мы уходим в начало, в раннее христианство мы ушли. Можно уйти в дохристианскую эпоху. Люди этим вопросом задавались, и они находили всегда одни и те же ответы. Говори по сути, пойми, чего людям надо, приходи к цели быстрее, не растекайся мыслью по древу. Это одно и то же. Беда в том, что если сейчас открыть Марка Аврелия, например, то ты, ну, почитаешь, да, ну, классный мужик, супер. И что? Потому что тебе, ну, если ты хочешь быстрых результатов, тебе нужно, чтобы книга была сегодняшняя, современная, с примерами про посты в соцсетях, а не про жизнь в античном Риме. Поэтому нужна эта книга. Но потом пройдет 25 лет, и нужна будет следующая книга. Ну, или не книга, а там набор тиктоков, которые будут эту же задачу поэтому, ну, сейчас я отец инфостиля, а потом будет мать видео стиля, а потом будет что-то еще, что-то еще. Это просто, ну, как Баста пел, да, вот это вот. Сансара. Да, вот оно. Как красиво, да, закончили. Последний вопрос. Есть у кого-то? Вот, можно вам микрофончик? Меня зовут Алексей. Очень приятно. Очень приятно слушать такие развертые ответы и сразу куча ассоциаций, мыслей. Но вот, идя сюда, да, ну, и, в принципе, перемещаясь в нашем пространстве, часто пугает вещь, которая, ну, как бы, говори и сокращай, а точнее, фразы, построенные с несензурной лексикой. В последнее время очень часто слышу, как вы относитесь к этому, ну, то есть, не пугает ли вас, что когда-то в ваших книгах для сокращения смысла будет применяться, ну, мат, например, чтобы было проще, эмоциональный и заряженный текст доносился максимально понятно. есть ситуации, в которых мат не только полезен, но иногда даже необходим. И эти ситуации, например, критической жизненной опасности, когда нет времени говорить, уважаемый, извольте остановиться, ты скажешь два слова, первое будет стой. потому что, ну, это еще один способ общения. И он взялся не потому, что какие-то некультурные люди за гаражами собрались, а потому что мы так говорим тысячелетиями, ну, может быть, не этими словами мы говорим, но нам эти слова необходимы и взрослым людям, ну, детям это нужно для социализации, а взрослым это нужно. Есть такой анекдот советский, что в ситуации боевого столкновения офицеры переходят на матерную ругань, что повышает информативность речи в два-три раза, что, в общем-то, иногда похоже на правду. И я к этому отношусь хорошо. Другое дело, что есть ситуации, где в мате нет необходимости. Вот как-то вот мы с вами полтора часа сидим, да, и что-то вот ни разу как-то я не припомнил никакие слова. А вот шел сюда я, например, и там где-то лед был. И там вот я припомнил эти слова. Ну, то есть я за то, чтобы язык использовался уместно, экономно, но уместно. И если не принято, знаете, как вот интересно, можно по тому, сколько человек использует мата в обычной бытовой речи, определить его внутреннее состояние. Я прям по себе знаю. Вот как бы, если я прихожу домой, и с женой мы говорим, и ребенка нет рядом, и я через слово о чем-то говорю, она мне говорит, ты какой-то взъерошенный, ты какой-то взбудораженный, что-то не так, давай поговорим об этом. Это хороший маркер. Поэтому я не против мата, если он уместен, если он помогает, если это решение задачи. Или если это для детворы, которая между собой нюхает, принюхивается, друг другу учится. Жить пусть учится, это как бы способ в наш мир вкатиться через, в том числе, эти слова. Но когда это будет неуместно, знаете, чем классно общаться с людьми с живыми? Ты вот начинаешь говорить через слово, вспоминая чью-то мать, и на тебя начинают так смотреть окружающие, а иной раз и не смотреть. Мир, люди, все время в тебя транслируют, что хорошо, что плохо. И поэтому очень важно, вот сейчас я красиво закончу, поэтому очень хорошо быть среди людей. Очень... Что еще раз? Один вопрос. Сейчас, я вот про это мысль красиво заведу. Очень важно быть среди людей, чтобы мы смотрим друг на друга, и мы что-то друг другу говорим, просто ваша невербальность. Я вижу ваши глаза, вижу ваши руки, вижу, как вам интересно, неинтересно, как вы на меня реагируете. Вы мне что-то транслируете, я вам что-то транслирую. И вот этот обмен, он не даст мне совсем оторваться. А интернет, в этом смысле, очень опасный, потому что вокруг тебя собирается группа людей, которые транслируют только текстом, и там очень легко вот от этой реальности оторваться. Поэтому есть вот какое-то расхожее выражение «выходите трогать траву», ну или снег в нашем случае. Вот это прямо сейчас очень полезно, очень нужно, и невероятно нужно, особенно после ковида, когда мы насиделись дома и немножко стали от реальности отрываться. Вопрос? — Последний вопрос. Мы про чтение только говорим. Мы здесь сегодня все собрались, благодаря и при участии проекта Дениса Котова «Книжные маяки России». Вот он своей целью видит 80% населения страны, читает в среднем 12 книг в год. Сколько книг в год было у вас прочитано, и последняя прочитанная книга какая? Я ужасную сейчас вещь скажу. Вместо того, чтобы читать книги авторов, я у этих авторов смотрю лекции, курсы, лекции и так далее. Потому что есть проблема трансляции эмоционального посыла человека в книгу, что когда… Вот если есть возможность послушать этого человека вживую, ну или, по крайней мере, на видеозаписи, где были другие люди, не в студии, когда он сел такой и типа курс читает, а когда есть зал, это намного информативнее. Последнее, что я таким образом изучил, это был библейский цикл Джордана Питерсона, то есть его психологический анализ библейских сюжетов. Книга «Бытия» там разбирается, и вот буквально с первой части книги «Бытия» он объясняет с точки зрения психологии, что происходит. Это в виде книги нет, у него это монография есть, судя по всему, потому что я знаю. И его эмоциональная подача иной раз была более информативной, чем слова, которые он там сообщал. Есть, конечно, бреши в его рассказе, которым хочется прицепиться, но его эмоциональная подача очень помогает. Но при этом он там прочитывает кусочки из своей книги. Я взял его книгу «12 правил», открываю и читаю, думаю, что ты несешь? Что за бред? И тут я понимаю, что в книгу плохо транслировалось, плюс плохой перевод еще вдобавок к этому. Не плохой перевод, а как смогли. И я думаю, да, вот если бы я прочитал этого автора в книге, я бы его не дочитал. И поэтому мне кажется, что сейчас вот эта опора, что книга — это финальная стадия развития мысли, мне кажется, это уже неверно. Это одна из стадий, но точно если есть возможность послушать человека устно, это стоит делать. Вот у кого была первая версия книги? Были? Помните там на задней обложке моя фотография? Видели когда-нибудь? Помните, как я там стою? Большинство людей, которые со мной встречались в жизни, они говорят, мы думали, что ты там такой суровый, грубый, нелюдимый. Не, ну сейчас-то мы исправили ситуацию, сейчас там уже веселая фотография, что, мол, ты какой-то вот такой профессор, типа кошмар, ужас. Тут нет. Ну вот на афише тоже эта фотография здесь использовалась. И мы встретились с тобой, а ты вообще другой. Если бы мы тебя встретили там три года назад, и ты был бы таким, мы бы тебе не хотели три года морду набить. Я так, ну здрасте, ну спасибо. И мы сейчас, кстати, записываем аудиоверсию книги «Пиши, сокращай». И там, знаете, типа час на страницу ходит, грубо говоря, потому что я читаю страницу, и потом, ну про это есть анекдот, сейчас я вам расскажу. И на 40 минут я этот анекдот еще рассказываю. Чтобы как раз был вот этот человеческий живой контакт. Потому что мы очень стремительно теряем этот контакт, потому что технологии позволяют. А без него очень тяжело, очень многое непонятно, когда нет живого человека, который говорит что-то словами. — Слава Богу, что есть такой формат встречи, как встречи с писателями. — Да. — Спасибо вам большое. Автографы у Максима можно будет пройти, получить в библиотеке павильона «Газпром». Пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»